Новости продолжают эфир. В студии работают Хасан Исраилов и Вера Захарчук. Здравствуйте. Новости продолжают эфир. 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 Мы одновременно играли партии. Среди стран, где было сыграно самое большое количество партий, мы оказались на третьем месте в мире. Немножко совсем отставая от Индии, где живет значительно больше людей. Поэтому шахматы для нас очень популярны, они у нас очень активно развиваются. Мы очень важный партнер ФИДа, который на самом деле участвует в развитии и формировании стандартов. И я очень горжусь, что ФИДа снова выбрала нашу страну. В командном чемпионате мира по Рапиду и Блицу примут участие 39 команд. В составе казахстанского коллектива будет всеми известная Бибисара Асалбаева, а также Алишер Сулейменов и Дармен Садвакасов. В общей сложности более 10 человек. Что касается призовых, общий призовой фонд турнира составляет 350 тысяч евро. В дополнение к кубкам и денежному вознаграждению, членам трех команд, выигравших в категориях, будут вручены золотые, серебряные и бронзовые медали. Вера, у меня на этом все. Спасибо большое, Алишер. Тоже ждем хороших новостей. И от вас, конечно же, Алишер Накипов наблюдает за командным чемпионатом мира по шахматам, который сегодня начался в Астане. К другим темам. В октябре 170 семей пострадавших от паводка получили жилье. Большинство из них жили в садоводческих товариществах. Для них теперь приобрели квартиры. Подробности у Натальи Сальковой. В Актюбинской области во время паводка подтопило 4087 домов. Более тысячи из них комиссия признала непригодными для проживания. Вместо аварийного жилья построят 505 жилых строений. 515 семей пожелали переехать в готовые дома. Аким одного из районов города, Асланбекшуншалиев, рассказал, что в областном центре ключи от квартир уже получили 170 семей. Сейчас на очереди 30 семей, дома которых признаны аварийными. У большинства из них документы были не в порядке. Сейчас оформляем необходимые бумаги. После все получат ключи от квартир. Индира Абова одна из тех, кто уже отпраздновал новоселье. 17 лет она жила в доме, расположенном в садоводческом коллективе. Это весной строение затопило вышедшее из берегов река Ильек. После того, как вода отступила, женщина решила отремонтировать жилье. Мы даже купили цемент, чтобы начать ремонт. Однако ничего не получилось. Штукатурка падала. Я обратилась в Акимат. Спустя 20 дней мне сообщили, что для моей семьи приобретут квартиру. Специальная комиссия пришла к заключению, что саманное строение в аварийном состоянии. Стены покрылись трещинами, и оставаться в доме было небезопасно. Поэтому за счет благотворительного фонда для семьи купили двухкомнатную квартиру. Я сама выбирала квартиру. Посоветовавшись с детьми, остановилась на районе Жилгородок. И этот район, и квартира мне очень нравятся. В целом в регионе для пострадавших от паводка уже приобрели 446 домов и квартир. В районах продолжают строить жилье. Больше всего жилых строений возводят в Уилском районе. Наталья Салькова, Болот Молдогалиев, Октюбе, 24КИЗ. Сельхозтоваропроизводители со всей страны съехались в Кустанайскую область. Там проходит одна из крупнейших выставок агробизнеса. Шанадала Гриндей. Два дня они будут демонстрировать в поле высокопроизводительную технику. Покажут свои достижения в сфере ветеринарии, селекции, защиты растений и органического земледелия. Наталья Строкова расскажет больше. Самый большой интерес к достижениям селекционеров на этой делянке они демонстрируют 69 лучших сортов пшеницы и ячменя. Их главные показатели – высокая урожайность и устойчивость к засухе. Что касается новинок, то в госиспытании сейчас находится на сорт пшеницы «Кудесница». Генетика чуть другая, там есть в ее родословной, кроме самой пшеницы, дикие сородичи этой культуры. То есть он направлен на устойчивость как к болезням, так к вредителям и как к воздействию факторам среды – засуха, жара. Ну и при этом в увлажнении он также дает неплохие урожаи. Отечественные и зарубежные производители сельскохозяйственной техники показывают улучшенные версии тракторов и комбайнов. Здесь же заключают контракты на их покупку. В этом году стартовала льготная программа для фермеров по 5%. И это, конечно, дало большой толчок. Завод сейчас работает без выходных. Мы выдаем технику в две смены. Планируем передать в этом году клиентам порядка 1300 тракторов и порядка 400 комбайнов, произведенных на Кусаневском заводе. В этом году на поддержку сельского хозяйства в регион из государственного бюджета направили 175 миллиардов тенге. Это деньги на весеннеполевые работы, уборочную компанию и покупку сельхозтехники. Главное государство поставлено конкретной задачей перед всеми нами, сельхозтоваропроизводителями, увеличить к 2028 году объем производства продукции сельского хозяйства ровно в два раза. В хозяйствах, где выращивают несколько видов культур, говорят об эффективности диверсификации. Если нет хорошей цены на пшеницу, то выручают масличные. Мы за счет того, что 3000 гектар льна сеем, экспортируем, мы имеем хороший доход и нас перекрывает даже то, что бывает низкая стоимость пшеницы. Сегодня мне уже предлагают 220 тысяч за тонну, а если я отправляю на Европу, 240-250 тысяч тонн. Обсудили аграрии и возможности увеличения производства продукции из получаемого сырья. Для развития этого направления в регион привлекают инвесторов. С их помощью построят заводы по переработке зернопобовых и пшеницы. Наталья Строкова, Ермик Мухамедьяров, Кустанайская область, 24КЗ. Лесной пожар произошел сегодня в области Абай. В Дангулекском лесничестве загорелась растительность. Огонь заметили во время авиапатрулирования. На место тут же направили 60 пожарных, 15 единиц техники, дроны, вертолет. Сгорание распространиться не успело, его вовремя потушили. В регионе сейчас сохраняется жаркая, сухая погода. Спасатели говорят, что находятся в постоянной боевой готовности. Бизнесмены Актюбинской области сегодня наводили порядок вокруг своих объектов. Они организовали мероприятие «Чистый бизнес. Чистая территория» в рамках общенациональной экологической акции «Таза Казахстан». И сегодня же подвели итоги конкурса на самую благоустроенную территорию среди объектов предпринимательства. Наталья Салькова с подробностями. Нина Доценко больше 10 лет работает садовником, ухаживает за плодовыми деревьями и кустарниками, которые растут во дворе магазина. Такую же красоту можно создать в любом районе города, уверена Нина Владимировна. Хоть какой-то клочок земли не надо, чтобы он зарастал бурьяном, допустим. Я, например, рада тому, что вот у нас приезжают вот за товаром прямо на территорию. Они очень восхищаются. Мне это приятно. Поддерживать чистоту на территории предприятия помогают все сотрудники, говорит предприниматель Сергей Вишняк. Сегодня, к примеру, на уборку вышли 35 человек. Наши деды строили этот город, отцы благоустраивали его, проводили инфраструктуру. Вот наша задача сделать этот город красивым, чтобы наши внуки, дети сделали его райским. А медики этой частной клиники убирали территорию возле своего лечебного учреждения. Чтобы город процветал, усилия должен приложить каждый житель, считает врач-офтальмолог Заурей Рахметова. Мы понимаем важность данной акции и призываем всех в городе сотрудников, организаций, коллективов также поддержать данную акцию и сохранять свою территорию в чистоте. Сегодня отметили и самые ухоженные территории. Представителям отличившихся объектов предпринимательства вручили благодарственные письма и памятные подарки. С начала экологической акции «Таза Казахстан» в ней приняли участие сотрудники почти 7 тысяч предприятий и учреждений региона. Наталья Салькова, Айнадин Молдобейков, Актубе, 24 Киезет. В Туркестанской области в рамках акции «Таза Казахстан» приводят в порядок туристические объекты и сакральные места. В этот раз генуборку устроили возле мавзолея Акбура-Аулье в Казыгурском районе. Это место известно своим живописным пейзажем, который привлекает много туристов. Катерина Попкова расскажет. С раннего утра привычную тишину этого места нарушил гул газонокосилки. Трудовой десант приступил к уборке. Экоактивисты намерены вернуть территории вокруг мавзолея ее первозданный вид. Акбура-Аулье – одно из самых почитаемых мест в регионе, куда стекаются паломники со всей страны. Легенды и предания, связанные с этим местом, придают ему особое значение. С увеличением потока туристов и паломников появилась и другая проблема – стихийной свалки и вандализм. По словам Акима Казгурского района, Азисхана Исмаилова, на территории мавзолея установлены вывески с просьбой соблюдать чистоту и порядок. Однако не все посетители следуют этим указаниям. Многие люди приходят сюда с хорошими намерениями для паломничества. Здесь их предупреждают, что надо беречь природу, сохранять чистоту. Но не все соблюдают, как видите. Здесь нет охраны, чтобы следила за этим. Более ста человек сегодня объединились ради общей цели – очистить территорию от мусора и привести её в порядок. Вооружившись мусорными мешками и инструментами, активисты, среди которых был Нуршер Азимбай, собирали и вывозили отходы. Сюда уже третий раз приходим, убираем мусор. Работа тут есть и сейчас. Пластиковые бутылки валяются, кто-то барана режет и шкуру животного здесь же оставляют. Акция «Таза Казахстан» проводится по всей стране, объединяя людей разных возрастов и профессий. Внести свой вклад в сохранение чистоты решили также активисты партии Аманат. «По всем районам определены территории, где проводится уборка. Уже очистили от мусора более 150 гектаров. Оттуда 160 тонн отходов вывезено. Для нас это не просто субботник. Это возможность внести вклад в сохранение чистоты родного края». Экоактивисты надеются, что люди начнут более бережно относиться к природе и культурному наследию. Ведь только совместными усилиями можно сохранить уникальные места. Катерина Попкова, Нурмаханбек Муратов, Туркестанская область, 24 ГИЗ. В Павлодаре активисты молодежного крыла Жастаруха убрали территорию дома престарелых. Ее площадь больше трех гектаров. Мероприятие прошло тоже в рамках акции «Таза Казахстан». В этом учреждении живут 300 человек и оно давно нуждается в капитальном ремонте, рассказал директор дома. «Буквально весной этого года партия «Аманат» привезли нам саженцы, посадочный материал для рассадки цветов. Это наши постоянные помощники, друзья помогают нам в благоустройстве нашей территории. За это огромное спасибо». 3 августа в Павлодаре пройдет отбор участников на всемирные игры кочевников. Скачки пройдут на ипподроме сразу по четырем дисциплинам. Кунан Байге, Топ Байге, Ламан Байге и Жор Хажарес. А 11 августа самых быстрых скакунов будут отбирать в Алматинской области. Победители турниров в регионах примут участие во всемирных играх кочевников в сентябре. «Мы сейчас формируем команду, определяем лошадей для участия в Байге на пятых всемирных играх кочевников от Казахстана. Для участия в играх нам уже подали заявки 10 стран. Среди них Монголия, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Российская Федерация и другие страны». На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok